Вот Наташа, смотрите, режет арбуз, он хрустит, ребята, это первый раз в жизни такое. Просто арбуз на арбуз, видите, он, как говорится, не фантастика. 16 марта, представляете, до настоящих арбузов, в принципе, осталось 2 месяца. Он нормальный, это чудо, но он нормальный. Ну, конечно, это не арбуз-арбуз, который летний, но, ребята, это чудо. Не, не, сладкий. Так что вот, покупайте курчумские арбузы, курчумский сорт холодок или снежок называют его. Даже, видите, он тонкокорый, мы покупали толстокорый специально. Тонкокорый, и все равно, если будете, но он должен в прохладном месте у вас обязательно. У нас возле балкона просто лежит, так что реально работает эта схема. Знакомый вам ландшафт. Ну, мне нравится. 16 марта. День, по-моему, Святой Ефросинии. В прошлый раз это было вообще в час ночи, по-моему. Вот. В прошлый раз это было в час ночи, а сейчас это порядка 8 часов. Все было растаявшее, и вдруг снег прошел. Так вот, на Ефросинию, если снег пошел, то вроде как год будет не сильно, не сильно урожайным. Там написано вообще не урожайный. Но я давайте буду смягчать события. Ой. И буду говорить не сильно урожайный. Сейчас мы по бульварчику, наверное, прогуляемся. Там у нас есть изображение гороскопа. Чего у нас год нынче? Тигра, да? Это жесть. Шесть. А, нет. Это шесть двоек было 22-го, 02-го. 2022-го. Прежде чем принимать решение, надо было, наверное, подумать, что такая задача опасная. Вот они, наши гороскопы. Так, а где он? Тигр там. Да, мы сейчас к тигру подходим. Кабану-то я подходил вроде бы. Ну, вот оно. Подходим мы к нему. Вот так он стилизованно изображен. На монетах Казахстана также изображен как тигр. Ну, вроде такой добряк. Он, кстати, больше похож на барса. Вот честно. По размеру вообще как барс. И хвост такой толстый, как у барса. Снежный барс. Это же практически символ Казахстана. Кстати, в ловушечках нашли его и в Катоне, и возле Алматы. Так что, не все так плохо. В общем, посмотрел, это 2022 год. Начинается он с 1935, по-моему. Или с 1937. Сейчас второй, точно. Сейчас второй, я помню. Сейчас второй, потом 50, да? Потом, что, 38, наверное. Ну, в принципе, сейчас второй-то неплохо. Там, в 61-м уже запускали в космос. Поэтому, я думаю, ну, что-то, мне кажется, не все так плохо будет. Должно нормализоваться. Вот если в течение месяца все нормализуется, то вообще все будет хорошо. Слушайте, сниму. Я сниму из школы. Моя мама тут всю жизнь проработала. Ну, практически, я не знаю, сколько он трудовой стаж. Заслуженный учитель Казахстана. Она алгебры, математики. Но немного физику она тоже преподавала, только в начальных классах. Физику не очень любит, но математику супер. О, елки. Думал, снимал, оказывается, не снимал. Да там вот маршрутка даже остановилась. Представляете, какая страшная сила эта медиа. Казалось бы. Она видит, что я снимаю. Бедная аж остановилась, хотя могла и проехать. Видите, вот елочки посадили. Я тоже елочки сажу. Сад тут замечательный. И школа вот эта тоже замечательная. Это школа, где моя мама проработала почти всю жизнь учительной математики и алгебры. Физику тоже, по-моему, вела в начальных классах. Но не очень нравилась физика, математика нравилась. Ну, и нас научила кое-чему тоже с братом со старшим. По математике мы так нормально, по крайней мере, проценты легко посчитаем. Может, косинус-синус, конечно, интеграл не очень. Для этого есть таблица. Но таблица умножения наизусть от 100%. Вот видите, садик тут замечательный такой. Снегопад, он вообще выглядит просто супер. Оделся в такие одежды. Но это для тех, кто учился в 7-й школе. Да, но там с фасада вообще неплохо украшено. Да, считайте, что я за вас посмотрел. Среди психологов в этой обстановке не надо смотреть никакие новости, потому что правду вы не найдете. Да, но в принципе, слава богу, в Казахстане вот это да. Такое счастье, что живет в Казахстане. Казахстане, она как бы политику Казахстана вы знаете, что сказал наш президент. Лучше плохой мир, лучше худой ссоры. Ну, что-то такое в этом плане. я когда называл канал Мир Всем, я подразумевал, что мир это планета, наша круглая шарик и закаты, рассветы, маленько космоса, да, звездное небо. Я никогда не подумал, что актуально будет слово мир в буквальном смысле. Ну, как видите, не знаю, угадал, где мне кажется. вот здесь мы катаемся частенько тоже на коньках бесплатно. Да, и для Ускреногорска вообще снегопад вообще актуальный, потому что, во-первых, красотища, во-вторых, это значит, что у нас в городе свежий воздух. Ну, у нас как бы он и бывает свежий воздух, ветреную, дождливую, снежную погоду в ясные дни редко, редко, потому что три огромных комбината как Дунут плюс ТЭЦ. Без ТЭЦ там, понятно, жить нельзя, но комбинатам бы надо что-то думать. Какие-то фильтры что-то говорили, и все это я понял, что мертвому при парке никаких фильтров или они забиваются. Все фильтры, как вы знаете, они всегда забиваются, а менять, наверное, их дорого. Поэтому вот так вот. Ну, я надеюсь, что до этого дойдет все-таки, потому что жизнь становится лучше, жизнь становится веселее. Иосиф Василенович так сказал. Это все мы возле седьмой школы ходим. Вот у них тут тоже елочки замечательные. Поэтому снег это у нас в Каменогорске свежий воздух, чистый, свежий, замечательный, горный, тайский. Школьные годы чудесные. с песнями. Сколько выпусков здесь было, да? Надо будет посмотреть год образования седьмой школы. В общем, чудесное. 16 марта, скорее всего, естественно, завтра уже начнется настоящая весна. Она как бы начиналась, но потом какие-то заморозки после 8 марта начались конкретные вообще. Но все-таки у нас климат близкий к Ставропольскому краю, близкий к Кавказу. У нас и подсолнечник растет, и гречка не везде. Она растет, и большие помидоры, и черешня у некоторых, даже персики. Виноград, само собой, он у меня растет, виноград. Любого вида. Ну, в смысле, наш сибирский такой называется. Как же он называется-то? Но этот винный-то само собой. Как же он называется? Андрюшкин. Забыл я. Забыл. Сейчас, наверное, до Востока дойдем. А седьмую школу, кстати, меня подписчики просили. Да вообще, все школы меня просили снять. Все. 29-ю я не помню, снимал свою родную. Надо будет снять ее, кстати, тоже. Школьники, блядь, смотри, это их рюкзаки. Уже в снегу. У нас так же было, кстати. Только мы на портфеле катались с горки, потом почему-то очки у меня все время превращались в пыль. Я так удивлялся. Это было раза три, и мне покупали постоянно. куда очки достали недорого, рубльные. Или два. Удивительно было так. но, видите, они даже увидели, что их снимают. Мы позировали специально, но мне понравились стороне их рюкзаки. Старони метров пятьдесят. Никто не переживает, молодцы. у нас было так же, если честно. Только у нас горок таких не было, вот таких. У нас были просто снег. Лопатами накидают, прибьют, с ведерочка зальют. Но, для счастья, если честно, хватало нам. Ну а вот наш любимый стадиончик. Не знаю, что с нашей футбольной командой Восток на данный момент, потому что, судя по последней публикации нашего Акима, и хоккею нашему Корпедо приходит конец. Не нравится ему, что наши хоккеисты, ведущих командах, по-моему, России, но только не Казахстана. Но я не думаю, что виновата какая-то другая страна. Все дело в зарплатах. Так вот, если посчитать бюджет, походу сюда даже уже не пройдешь. Все, коммунизм закончился. Если посчитать бюджет, сколько мы, наши ваши, сколько денег уходит на всевозможные ремонт дорог, которые специально залатают, потом с первым снегом эти дороги сходят, потом опять, потом опять. Сто процентов же коррупция. Даже тут уже понятно даже слепому. Если сэкономить на дорогах и дать, сколько, он говорит, один миллиард тенге стоит команда. но команда нужна, ребята. Команда торпеда нужна обязательно. Сколько выдающихся хоккеистов. Понятно, что они играют некоторые уже в Америке, в Канаде, но молодежи же это надо. Какое-то хоть стремление вверх. Стремление вверх. Да, вот эти деревья. то эти деревья вообще в одежду оделись. Жалко, что это все будет недолго. Еще у нас Новый год продолжается. Хотя уже про снегопады и говорил, да? Я снимаю в этом году, по-моему, второй снегопад всего лишь. Да. Раньше как-то я не обращал внимания, но теперь буду их ловить всегда. Всегда буду убегать. Обязательно. Просто и деревья. Какие они. Красивые. А нам повезло, мы вышли в самый-самый снегопад, оказывается. Потихоньку заканчивается, но все равно белая красота. такие погоды не стали пока мы выезжать, хотя у нас в планах есть, конечно, выезд в сторону Заряновска, я думаю. Я не знаю, как уж там по водохранилищу уже что-то как-то опасно ехать, но вряд ли мы поедем. Мы, скорее всего, кольцо сделаем возле Большина Рыма, там попробуем по берегу проехать, если там дорога есть еще. Летом-то она есть, которая по берегу Бухтармы идет. То есть от Заряновска на Большина Рым по трассе на Катон, а обратно от Большина Рыма на Заряновск по берегу Бухтармы. По крайней мере, прокатимся, посмотрим, если дорога нормальная, то будем, а если чуть-чуть не так, значит, ну, вернемся обратно, там не так и много, ничего страшного не произойдет. До Катона, я думаю, мы не поедем в этот раз. Да, скорее всего, не будем. А может и съездим до Урыля, почему бы нет. Но это надо ждаться, потому что у нас недавно погодные условия ужасные, дороги даже некоторые были перекрыты, тут недавно столкнулись два больших-больших груза, водители погибли, вообще страшная, страшная трагедия. Вот, поэтому гололеды кругом всякие наледи, поэтому подождем. Да, совет еще от психологов такой, конечно, не смотреть хроники эти ни в коем случае с обоих сторон и желательно каждый день смотреть какую-нибудь комедию, это из воспоминаний афганцев. Только медию, или я смотрю, если честно, просто фильм от 60-го года и по 70-го, грубо, 5-й, потому что уже 75-й, там уже что-то такой ужас, если честно. Не знаю, куда это все девается, таланты, хотя мне могут сказать, ну иди с ними, я согласен, да, не снимаю ничего. Вот, вот фильмы советские смотрю, такое впечатление, как будто я дома. Ну, как бы, всем советую, семье, к детям. Ну, сейчас подошел к этому тигру и загадал желание, чтобы был мир. Мне кажется, если мы все загадаем желание, чтобы был мир, то он тогда и будет. А вот эта ненависть одни ненавидят других, ни к чему хорошему точно не приведет. Ни тех, и ни других. Поэтому давайте, кто меня, если вдруг посмотрит, загадайте это желание. Всем советую. поэтому пусть сюда будет мама, пусть всегда буду я. Самое главное, не запускайте бумеранги зла. Лучше бумеранги, конечно, добра запускайте, они к вам вернутся. А бумеранги зла, вот так вот они, ужас превращаются в этот смерч. Вот слово смерть. Всем здравствуйте, всем мира, мира, и еще раз, мира. Мой канал называется Мир всем. Никогда не думал, что это будет так актуально. По слову мир подразумевал наш шарик, нашу планету, ну, звезды, что там возле планеты крутится луна, вот это пока мир, не вселенная. Это наша любимая Флорида. У меня еще много фоточек есть из Вьетнама, из Шри-Ланки, из Малайзии, потому что где бы я ни был, везде остаются у меня, я не сказал бы, что друзья, но те турфирмы, которые меня где-то водили, катали, по Шри-Ланке мы прокатились два дня, он замечательный человек, несмотря на то, что плохо себя чувствовал, он нас не кинул, посадил другого шофера, если вы там могли заметить, и несмотря ни на что, я не знаю, чему там заболел, может действительно у него был коронавирус, кстати, что потом мы заметили, и все равно нас замечательно довезли до отеля Негомба. Это фотографии буквально двухдневной давности, вот два дня назад, то есть вы можете непосредственно не путешествие в данную минуту наблюдать, что происходит по Флориде, США.